со своей болтовнёй про собаку забыл немножко накормлю вот немножко это сколько сам съест поедам ништяк получится вон как и супчик блин у самого слюни пошли геркулес надо пачках тоже брать готовить кашу по утрам скажем походах вот таких быстро готовится не надо париться там бить а сам варить еда для него вообще класс вообще класс получилась чё чавкай аж мун кон местес период Ну, он да. Шой. полмиски на нас есть потом останется а что останется уже идем по новому дам геркулес ребят оказывается вещь рекомендую всем охотникам кто не знал как я честно я не знал что можно быстро все это приготовить быстро это заливаешь кипятком буквально там для за 10-15 минут все готово пусть есть ну рассылок конкретно уже там немножко проясняется может а там вообще тьма циклон снег был с ней прибавляется такой сырой плотный снег вообще интересная погода конечно как весной крещение все собака накормлена банки на накапливается тут уже еще сила так печка печка оставляем тут но не оленяешь уже сейчас пойдем 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 так ничего опары взяли все взяли так там у него и смотри он с тушенкой все съел с ташкинским пловом у него еще оставалось кашей оба куда бы тебе ставить вещей набралось ужас давайте сходим на речку старом он там у меня две донки вчера закинул но мамон он перед тем как идти далеко проверим поклевка были нет если были значит можно еще ставить если житься поймаем он 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 над я туда-сюда бегаешь блин ведро надо было брать за водой сразу буду здесь одна плотва тут все больше нету вода поднялась на речку придавила снегом леда у нас одна тонка кто подойдет сюда ешь ешь сидит там а вот это да сколько воды сейчас на буране не не приехать вчера где-то пол километра на бурил вот целый поворот до туда и здесь ниже из бы еще поздно вечером зашли в избу и только увидел там на повороте 1 ерша и у избы один один был одна плотва там было да кто-то есть что ли тут у нас я моя блять налим попался ты смотри налим я малюшенький блин проглотил жадно на 3 крючка попалась вон он налимчик на жерлицу он блин такая засада малюшенький слишком чем-то проглотил ты дурачок с пиявками нет чистый вот блин неудачно проглотил то как так так вырнул два крючка так 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 как на улице то как и как и как этот крючок время теряю мантура но там бумка ставлю потом разберусь хотел отпустить этого ну блин маленький же проглотил тройник два крючка я вынимал потом по-новому зацепилась и конкретно все застрял крючок конкретно не вытащить здесь возле избил ставлю пускай но на плотву вот эта херня попалась маленький здесь пока его оставлю пусть плавает ничего с ним принципе не случилось но к сожалению я он ушел как пускай пусть там плавает пускай плавает пока так оставлю просто время я теряю надо ходить на рыбалку потом попробую еще вытащу может отпущу я его так то груза много очень много груза у нас но без этого но никак все пошли сходим вижу след бурана на легкий на нам поднялся пустой еще ради больше никто не ездил тут сколько снега наводила блин а на деревьях липкий снег блин снова туран кого-то лает не туда я не пойду там густо ельник я без ружья может белка может куница не знаю кого-то здесь зашел и побежал за старицей там где-то а вот здесь пускай работают ой высокие с елки там сосны пускай работают очередное место где лает тулан вообще три елки стоит вообще ужасно густая елка березы но буквально там 20 метров от меня даже не подумаю туда заходить березы может там звонка активно работает ой густая елка ой густая чаще но нам надо сюда так так Поехали! Опа! Так... Так... Вот... Так... Так... Что надо... О, блин! Тут ветрено! Между прочим! Сразу буду проверять! После долгого поиска, ребят, я нашел рыбу! Уже целый поворот я таскался! Не то ерши, не то... Что-то непонятное! Но их много тут! Я видел! Такая стайка прошла! Вон там... Да! Есть они! У меня уже вообще надежды не было никакой! Но здесь хоть кого-то я увидел! Так... Куда они ушли? Так... Ну, примерно... Примерно так! Ладно, сейчас дальше буду искать! Чуть повыше, чуть-чуть повыше поднимусь! Где-то они тут! Сейчас прикормить надо! И здесь попробовать рыбачить! Вон там... Была рыба тоже! Вон глаза! Видите? В середине! Вон они! Ну, чуть дальше только! Вот не знаю, в каком направлении! Выше, ниже! С какого боку они там! Так... Ладно! Прикормим! Все перелопатил! Здесь тоже какие-то непонятные рыбины стоят! Одну удачку сюда принес! Сейчас поснимаю! Если не ушли! Что-то не успеваю я за ними! Так... Поехали! Так... Все! Поехали! их нету что ли на вообще не на месте стоят вон он 1 рыбина это получается справа к берегу от вижу потом косяк был не знал только ерши или плотва не похожи на ельцов он 2 там чуть дальше ну что сказать ребят я второй раз уже оборчен второй день рыбалки тут одна удочка пробная сейчас повторно еще прошелся просмотрел одна рыба тут плавает еще рубин 10 было куда-то ушли переходил на тот берег прошелся вон туда ниже за этими корягами последнюю лунку просверлил там глубина где-то метра 3 может чуть больше ни одной нету потом выше поднялся по другому берегу раз-два на третьей лунки 2 ерша увидел еще четвертую лунку просверлил и на середине реки попробовал полный штиль ни одной рыбы ни одной скажем ну хрен с ним если боится видеокамеры ты когда спускаешь увидишь как они убегают на там никого нету вообще только пустое дно с корягами я ничего не да даже не стал снимать какой толк вот сейчас думаю куда мне идти или ниже на сторону избы или же выше тут за поворотом очень мелко и думаю открыто даже вон там видно как река чуть-чуть вода поднялась ли открыто там опасно короче ходить ну где-то пол километра пустую надо идти с ней глубокий и или другой вариант как говорят сороны избы здесь рыбы нету это это я стопроцентно уверен больше сюда на рыбалку в этом году я сюда не встану если прошлом году здесь не ловилась и в этом году тоже полная полная тишина где-то рыба есть но где не могу понять где он зимует выше там конечно яму очень большие глубокие и места хорошие ну тоже туда без бурана сейчас пешком не дайте вот возле села клюет а здесь вот рыбы нету вот их так сидишь смотришь не нет ну как сказать не клюет не клюет надеешься сидишь одно-то пустое там на дне вообще рыбы нету только ерши несколько штук и вообще вообще ужас он тулан бездельник вернулся куда-то далеко ходил сколько я уже тут рыбачу тулан тулан и где бродил что видел ну что за счет ты нам нам вот так вот ладно сейчас на нас термоса чайок я попью и дальше буду думать что мне делать вообще настроение упала блин сегодня здесь у меня самая большая как сказать надежда была тут поймать рыбу потому что раньше здесь очень хорошо ловилась очень много мы ловили плотва ельцы хариус попадали потому что здесь глубокая яма жалко конечно очень жалко мармалад был еще с мармаладом чай попьем так не хочется я наелся бы перед тем как выйти а так погода вообще шикарная шикарно это тепло безветренно особого ветра нету лишний груз чтобы не таскать надо потихоньку ну-ка попробуй ешь нет ешь не отравишься вот этот мармалад ребят один старожил сейчас он умер в этом году один раз попался я магазин он брал вот этот мармалад я говорит собака кормлю собаку кормлю и этот мармалад ну глистов гонит говорит после этого глисты выходят так что ну не знаю помогает или нет мне не жалко пусть ест да мне как-то тоже писали что нельзя собак сладким кормить в меру все можно один комплект ножа прочее я убил все затупилась куда-то я попал конкретно не то бревно не то еще что то вот такие делишки тулан медленно еду снег глубокий не разгонишься идем пока ищем здесь просверлю потом на другом берегу просверлю так шахматным порядком любопытная варвара а прошагал блин много тут не стал уже бурить запарился тут ребята вот елка это траги трагическая или как правильно место тут и горкой утонул ну тот егор которого я снимал раньше то есть подписчиков но курсе они всех событий рассказывал про него этой осенью в октябре это было вот эта елка осторожней я перехожу речку потому что кто его знает его нашли но единственная елка там уже береза где-то вот тут не знаю в каком месте он короче на елку то поднялся и вот так завис он сам воде вот тело как бы на елка ноги и голова в воде были вот то самое место от избы где-то на поворот ниже моя изба здесь вот тут за этими елками тоже изба стоит буквально живая изба всегда всю осень весну тут люди живут сперва по пути кто спускался он нашел лодку примерно не могу сказать само тело на ванна вот тут где-то на елке было он как-то вылез на елку и все сильного на не хватило у него здесь он и утонул но он замер скорее всего на над холода первое охлаждение получилось дальше там выше елки нету вот на большой елка говорит он вещам ну вот значит вот эта елка есть вот здесь где-то может еще под снегом какое-то дерево тут есть как так случилось не знаю в этот день я спустился на лодке со второй избы как сказать домой а уже вечером уже темнело там вот где я рыбачил на озере там рыбак егорка тоже егорка он видел он говорит веслом спускался тоже вот он не остановился уже темнело он все равно спускался видишь как все получилось до сюда вон там несколько километров километра три наверно по реке он до сюда и здесь он утонул такое место нехорошее отчего почему как там получилось никто не знает и это уже никто не узнает сам упал воду или может голова закружилась упал вылез и утонул например на так я хотел рассказать я я прошлом походе говорю что сюда я приду покажу где это место это для тех своих подписчиков рассказываю кто знал этого человека видел моих видео вот еще сидела в этом году на она это река забрала две жизни две жизни две или 32 это точно стёпа и егор утонул стёпа тоже побежал спасать ребенка ребенка спросили а сам утонул вот вот вам спас спасатели на сколько спасателей так погибает ради других там озера выходит озера открытого что-то не уйти туда где-то четыре лунки тут еще проверил 1 ирша увидел на 2 лунки надо на 2 здесь мелководие и там уже поворот вчерашние лунки будут готовые лунки еще проверил и пойду на избу все нету рыбы блин сколько там больше километра уже сверлю ни одной нормальной рыбины не увидел нескольких местах только ерши где рыба и на глубине думал окуня увижу тоже нету их не окуня не плотвы не ельца никого нету я иду и просто удивляюсь удивляюсь тому что я сейчас убедился сам наглядно увидел что подо льдом вот так здесь много коряг и не так глубоко пройду туда дальше течение уже большая блин такую погоду быстро лейка открывается вымывает и открывается проверяю вчерашние лунки три штук и уже проверил 0 вчерашний ешь даже куда-то уплыл записывать не стану ничего тут что увидим увидим видать тут нечего глубоко глубоко между прочим тут очень даже глубина приличная вот одно пусто даже ерши нет вообще я удивляюсь чисто какие-то могут быть мальки еще что-то майка пескарей у нас на не ловят они почему-то их нету дальше в ранее том маме они стояли тут сейчас даже не одну рыбу не уйдешь и 5 вот такие дела вот потом выводы делайте сами ребят кто смотрит что я показываю что увидите это реальность это реальность я показываю чем богаты наши реки блин оба дно столкнулся тоже пусто пипец только здесь яйцов я ловил раньше нормально тут ловилась без рыбы не уходили вообще нет вообще ничего нет ну что у нас вагон времени еще я хотел на одну ночь еще остаться но с такой рыбалкой что-то мне неохота тут торчать потому что толку от этой рыбалки никакой ходишь ищешь но ничего нету сейчас пойду на избу попью чайок и может быть сходим проверим капканы все успеем принципе и она поеду домой настроение у меня вот такое вот такое настроение ребят не не надо количество как чтобы чтобы скажем ведро поймать показать но основное направление это у меня заснять вам показать что-то но показала реальность блин три поворота ли сколько каждый 30 метров бурил смотрел вообще пусто пустота многие пишут олег давай контент давай рыбалку на такой реке контента не будет не ждите советую вам если хотите смотреть реально рыбалку там на печоре рыбаки ловят тоже блогеры есть река печора в коме республики там более-менее еще рыба ловится тут я не знаю или целыми днями неделями искать ходить на буране как нибудь другой раз еще повыше поднимусь а здесь уже стопроцентно я уверен что в этом округе рыбы нету где-то есть она но я не могу найти второй день уже брожу еще толку никакого она поеду я сегодня вот такие дела я хотел вообще пять дней думаю здесь побуду нормально по рыбачу поснимаю но вон как все вышло хоть бы вчера попались эти плотвички и жерлицев закинул но и они меня подвели но к весне может рыбалка еще будет а сейчас блин вообще пониже хотел еще спуститься на несколько поворотов а толку никакого вот такие дела ну хоть прогулялись это ладно фу блять по телу ужасно жарко на улице тает все он туланчик тулан ждет печка дымит печка отличная буржуйка нагреет вообще офигенно жар налим тут сидит блин зачем он вообще попался треска треска речная ждет вот какая маша у них ребят вот смотрите сколько у меня вещей там ведобур палатка ящик плохо говорит олег собак корнишь у них ноша легкая это раньше собака работали охотились знаете как и еще они вывозили мясо на них цепляли нарты так называемые охотников такие самодельные длинные и они мясо лощакину таскали вот это действительно они работали а сейчас зачем их жалеть а только красота у тулантика жалеть собак не надо уважать любить надо на жалости никакой вот так тулан я про тебя разговариваю ведь делает как будто там кого-то слышит никого нет лес пустой даже синицы нету второй день бродим синицы нет креста нет ничего нету все мертвый край это наше место стопудово были спать я вот так ну все побродили сейчас будем чай пить дальше думаешь что делать она кардинально поменялись блин правышку надо еще распилить капканы проверить для метлы хотел березу нарвать еще елку трубить на елку на на сегодня не буду рубить другой день чуть-чуть рановато еще другой день можно срубить так вот действительно вот так вот поголодался да работал мужик и это двух местах лаял кого-то может белки может старые какие-то запах какой-то стали остаться не тебя не отпущу я туда если ты скажем ледяную воду речку провалишься и на улице мороз без проблем будешь греться так нельзя облакова оспочтюлан сколько время интересно уху уху уху